Песня. Отец наш Небесный, мы просим Тебя во имя Сына Твоего Народного Иисуса Христа, благослови нас на эти занятия. Напомни сердца наши Духом Твоим Святым. Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение, Отец Сын и Святой. Аминь. Сегодня, типа, по неделю считается Духом Твоим. Вообще, все оттуда. Нигде указаний на это нет. День 50, если потом ничего нет. Но как это сделали? Сделали так, чтобы Духом Твоим хорошо оттуда. Вот собрались. И сразу вопрос. А что мы знаем о Духе? Вот понимаете, вот вопрос, когда говорится о теле, те понимают, высокого роса, щеднявый там. Ну, какие-то признаки есть. Если это хромой, глухой. В Духовном-то плане-то. Начни говорить, а как это? Вот первое. И о плоти говорится. И о душе. И сразу о разделении. И вопрос, прям сразу же, вот православ. А что это значит? Не знаю. Вот не знаю. Ну, поставьте себе задачу такую. Ну, можно это сделать так. Завести ли он блюдо здесь, на теребке. Это можно сделать. Казахстан рядом, купить и все. А ты поставь такую задачу, чтобы потерявшие люди жили хотя бы лет на 10 дольше, чем остальные, чем порченные. Тогда же никто их ум не... Как это так? Дольше. Ну, задачи ставят такие люди. А как их выполнить? Выполняют. У меня данные. Я пришел с этими данными. Я знаю. Рецепт долголетия. Это не питание только. Сама жизнь. Во-первых, довольство. Никаких вот этих раздражителей не будет, как у нас. Скотину запустил. Вчера я только поели. Дождь идет. И выхожу. 10 телят пасется у нашего фермера на гречке. 10 телят. Двое на подходе и коровы. Ну, наши лагерные... Кажется, Виталий, ты бегал? А кто? Никита? Как, спрашивается, так это может быть? Я поехал к себе и смотрю. А там ограда. Жерди нет. Одна жердина, а по ней свободно заходят. Что, первый день это? Мы когда видели, в прошлом году овечки уходили, в чего делали? Мы их загоним. Пошли в радость, распустили, по новой сделали, затянули. А наши овечки ни одной там нету. Что, никому не надо? Коровы ваши есть. Сегодня плохая погода. Ну, две жерди, подойдите, подставки не будут. Сколько они перетоптали? Ну, погода-то сырая. Она давно, на гречка уже никогда не зайдет. Десять делят. И уже зашли, сколько по полю там они идут. Ну, еще побежали, как успели выбрать. Есть такие люди, которые любят Бога, не по-православному. Но они не православные. Вот я ездил по Америке, не просто так вот, экспедиция. Когда экспедиция какая-то, едут там люди, туристы, они ничего не видят. Куда повезут туда? А я ехал, куда я хотел. Я сказал, я хочу быть в детских, в скаунских наберях. Сейчас телефон набрали, ага, Дутиков такой-то, да, Владислав. Готово дело. Оттуда, оттуда туда повезут вас. Я вот, где бы они поехали, в Америку. Играют, как будто вся Америка играет. Бегают, валют болтом, бадминтон, есть такой мячик продолговатый, а они кидают друг другу. Я говорю, что так? А валять, говорят, это большое удовольствие. Большое удовольствие. Мне пишет их один, говорит, племянник, ускорую повышена, ты сейчас набрал. О, 0,2, скорая там приедет, 0,3. Приехала. Что, ничего нету? А там так, тебе выпишут, распишут, квиточек дадут, и все, 5 тысяч долларов. А ты вместе зарабатываешь, может быть, 700 всего. Тебе нужна скорая помощь, и ты ее не вызовешь, а с тобой разговаривать не будут. Но плати. Правильно? Правильно. Дурить не будешь. И поэтому спортом занимается. Вся Америка спортом занимается. Везде спортплощадки. Вот маленькая деревушка. Один домик стоит, лежу, играете. Вот еще, все Америка играет. Да. Это здоровье. И питание. Больше тут ничего нету. Довольство внутреннее было. И есть такие Абвентисты седьмого дня, АСД. В среднем на 10-12 лет живут все дольше, чем все американцы. Которые спортом занимаются, все питание не то. А у них строго. Вот это свинина нельзя, вот это нельзя. Они все придерживаются Абвентисты седьмого дня. Они у нас есть на 10 лет. На 10 лет. Это не на корочках ходить. Ему уже 90 лет, он еще на гору лезет. Арпинист. Как папа русский. Так вот, поставь задачу, узнать писание. Я сейчас такая говорю. Юноша сидит. Что, ничего нет? Вообще ничего нету. В голове много останется? А ты бы записал урок такой. 20 июня 2016 года. Духовь день. Понедельник. Запишись. И дальше я сейчас буду говорить данные, которые у тебя нигде не остановятся. А я эти данные готовил, готовил, сидел. Все. Наши пошли к Абвентисту в Барнурске. Зашли. Ну, там община не такая большая. 150 человек, примерно. 150 библий. Только назвал место. Даниила, пятая глава. Все бабки листают. А она мне пишет. 84 года. Инвалид второй группы по зрению. И она в одном письме 70 ссылок на Библию сделала. Но у нас патриарх никогда не сделает 70 ссылок за 70 лет. Это в нашей стране? Такие же люди. Почему вы не пишете? Почему тебе конспекты не нужны? А он смотри, спрашивает как. Жало было на кого-то. Вы знаете, как Короленко как раз записал. На перевалочной станции лошадей давали-то. Ну, зашел лошадей, еду, говорит. Ну, он сел списать. Мужики шепчут. Они подошел. Хозяин говорит. Хозяин, не пиши, говорит. Лошади есть, мы дадим. Все понимали, писать. Это где-то. А тут будут разбираться, и ты не рад будешь. Не пиши, начальник. Пишите. Я призываю вас, пишите. Вот где говорится о духе для православных, это тьма. Совершенно не знаю. Вот по порядку сейчас будут задавать вопросы, ни один вопрос не ответит. Притом священники не знают. Он знает Духа Святого. Отца и Сына и Святого Духа. Вот это для него сакральная фраза. Притом ее толкают, где надо и не надо. Она же очень наша толкается. Заказься, избавь нас от лукавого. Ибо твое есть царство, отца и Сына и Святого Духа. Нет этого в Библии. Нет. Это молитва Господня. Какое ты имел правду туда добавлять? Бог предупредил, не добавляй, чтобы ты не оказался лошадцом. То есть все священники близко полгут на одном. Отче наш. Не прибавляй. Соломон говорит, притча Соломона, 30 глава, 56 стих. Чтобы я не обречил тебя, и ты не оказался лошадцом. Ты еще умнее Бога. Христос прочитал эти слова. Либо твое царство, и сила, и слова. Ведь где отца и Сына и Святого Духа? Вы чего? А что? Ами испугались. Ами пуганул их. И теперь бездену толкали. На каждом шагу счастейший термин. Мы не хотим на себя взглянуть со стороны. Что мы не можем людям дать наше учение в чистоте. Мы должны делать или умолчание, или искажение. Дух Святой это запрещает. Вы знаете, когда повеление получил от Самуила Саул. Первый избранный царь. На одну голову выше народа. Красавец. Благодатный. Дух Святой сошел на него. И он понял, что старик, Самуил не то говорит. Город захватить, скотину всю порезать. Зачем? Когда есть живой Бог Иегова, я в жертву принесу. И он когда пришел, спросил, кто? А что за мучение? Я Богу оставил. И Бог хотел от тебя царство. Богу не надо лучше. Бог сказал только одно. Скажи, скале всей. Скала, отверзь здесь. А он сказал, неужели из этой скалы? И Бог говорит, и ты не войдешь. Вот почему в книге Иисуса Лавина 1.8 говорит, да вы в точности исполните. А Духи Святого надо учить день и ночь. Запишите. Ни ручки, ни бумажки, ничего нет. Подряд. Пиши. Слово Дух встречается в полной Библии 77 книг. 692 раза. Ты все равно этого знать не будешь. Но хотя удивишься, как Бог о нас заботится. 692 раза. Ты должен место прочитать в Библии, чтобы понять, что такое Дух. 692 картошки переложить, и то тебе время надо будет. Так? Дальше. Слово Дух Божий. 249. Из этого числа. 249 раз говорится на сегодняшний день. Что такое Дух Божий. Вот теперь, у кого в Библиях, попрошу быстро открывать эти места. То есть в Новом Завете встречается больше всего 185. Здесь на самом деле 185 цифра? 185. Запиши. В Новом Завете. Мы будем искать в Новом Завете в основном. Открой. Третье езро. 1422. Открывай. Мы сейчас узнаем, с чего от нас хочет Дух Святой. Как-то я сказал, будет тема будет завтра. Римлянам 8-9. Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Помнишь, Андрюша? А ты, дорогой, спрашивай. А как узнать? Мне кто-то должен сказать, имею, или я сам должен догадаться, есть или нет? Мы сейчас увидим. И будут тебе говорить, и ты сам будешь знать, что это Дух Божий делает. Прочитаем. Третье езро. 1422. 1422. Третье езро. Но если я приобрел милость у тебя, не спошли на меня Духа Святаго, чтобы я написал все, что было соделано в мире от начала, что было написано в законе твоем, дабы люди могли найти стезю, и дабы те, которые захотят жить в последние времена, могли жить. Дух Святой заставляет делать конспекты, записывать и писать. Вот о чем я сказал. Если ревность есть, ты всегда будешь с тем, чтобы записать. А тут машина чужая прошла, записать нещем. Гляжу, палочки на земле записать, а сейчас потом спешу отсюда. Как Христу уподавляется, на земле писал пальцем. Нет о чем записать даже. Ни одной бумажки, ни одного карандаша. Это все нормально? И здесь, если я приобрел милость, то дай мне возможность записать для других. Дух Святой. А другие молятся об этом? А зачем будут молиться? Лежало до нас тысячу лет, пусть дальше лежит. Никому это не надо. Я вот вопрос простой задам. День Пятидесятницы, если бы его не было, не было Христос, воскрес, отпраздновали, яйца съели, вознесся, отметили. А вот этого дня бы не было. Что бы изменилось в нашей жизни? Конкретно, потеряете. Ну, не было этого дня. День Пятидесятницы, Дух Святой бы не сошел. Вообще, верю, что-то изменилось, мы заметили бы это или нет. И это просто праздник, не имеющий отношения к сегодняшней жизни людей, президента, патриарха. Да сегодня ничего не понимают, если разницы никакой нет. Вот говорят, а что нужно, чтобы сделать такое? Ну, я считаю, гениальные люди, два человека были. Это Горбачев и Солжелицын. Глаз из Перестройка и Архипелагулок. И развалился Советский Союз. Этого больше ничего не было. Горбачев сказал показать человеческое лицо социализма. И все увидели чудовище. Дьявольский режим, угнетение. Сотни расслужий гитлевизма. Тот своих не уничтожал, а тот своих. Десять миллионов лучших тружеников сельского хозяйства загубили. Показали лицо и что? И Запад увидел, какой, и все отвернулись от него. И все развалилось. А чтобы сегодня жизнь наша приостановилась полностью, нужно правду говорить. И все остановится. По правде жить нельзя. Вот так такую систему создали. Представьте, статистики. Вот всякая статистика была вязана. И все увидели, что мы пятимся назад. А нам-то говорят, рост, экономики, то другое, ложь. Каждый год миллион людей убивает смертность. По миллиону скидывают. Почему не объявите? Какая причина? Причина одна без Бога. Без Духа Святого. Вот мы в этот день убираемся теперь. Почему? Молитвы нет. Патриарх Алексей Второй говорил, отучили молиться, отучили и трудиться. А это связано. Молитва и труд Антоний Великого Бог показал. Вот сотрудился, и Господи, на кого я похож? Вот я пришел, еще не знал. А теперь на кого похож? Господи, да посмотри, кого ты видишь? Он видит самого себя, как в кино. Видит, шьет там что-то, сидит, плетет в веревке. Потом встал, поднял руки, помолился, опять, опять поднял руки. Вот и все. Труд и молитва. Молитва и труд все перетрут. Вот на кого ты похож. И прозвище будет великий. Дальше. Премудрость Соломона. 1.5. Три места просчитаем из-за этого завета, а потом новый завет. Дух Святой, как вывезти. Премудрость Соломона. 1.5. Премудрость Соломона. Ибо Святый Дух Премудрости удалится от лукавства и уклонится от неразумных умствований и устыдится приближающейся неправды. Вот сколько просчитали, от этого Дух Божий удалится. Лукавство есть, хитрость какая-то где-то. Дух Божий удаляется. А люди даже и не заметили. Монеты. Ну а зачем? Мы привыкли в этом жить, обманут. Ну немножко, как-то маленько приукрасить. И слишком правда-то не такая, немножко. Вот эта краска, что женщины красят, это все обман. Там у них свет другой. Везде. Еще раз почитай. Слушай внимательно. Ты бы записал, придешь домой, это место тебе уже никогда не приколз. А дома печатали буквами. Написал место, а дальше бы оставил три строчки, а потом написал. Да папа забит себе. Вас просите, наверное, же Васильевна. Ты давай. 1.5. Ибо святый дух премудрости удалится от лукавства и уклонится от неразумных умствований. От лукавства неразумных умствований. Не надо умствовать. Так написано. И мы приняли это. Не надо. Вот спорят с католиками, а дух, дух святой, от отца исходящего, от отца и сына исходящего, от католики. А как Библия говорит? Библия говорит то и другое. Я ничего не меняю. Ну, мысли тебя имею право или не имею? Ну, маленько, хотя чуть-чуть, маленько собрались, сказали, нам гордиться нечем. У нас многое не так, не по Евангелиям, многое. Поэтому мы ведем себя тихо и смирно. Мы ничего не меняем, но сказать себе это можем. Семьи создали, чтобы разводов не было. Что нужно? Научиться покожности. Я спрашиваю, за тысячу последних лет какая мусульманка подала на развод? Ну, ни одна. Ни одна, никто этого не знает даже. Ну, смогли они это сделать? Ну, ты понимаешь, что 80% разводов, вот 100 свадьев сыграли, в первые же 2 года, 80 разводов. Ну, что-то непонятно, это все на глазах. Она вздумала поехать, поехала, вздумала развестись. Ребятишек забрала, и все, хоть пятеро, хоть семеро. Пугачевой, внука, Руслана, отбили они там, Кристина, пока познакомилась с чеченством, то никак. На защиту его, а у него своя жена, стал президент республики. А Пугачева, известная, Примадонна, Тамала Борисовна, А вот тебе, знал он, за кого ходить? Сын. Это национальное обычное. Она президенту, а президент говорит, я не распоряжаюсь, они свои обычные. Ты знал, за кого замуж выходит? Умылась. У нас нет ничего этого. 25 миллионов оказались за границей, когда распался, и ни одного не ищут, и гражданца не могут принять. У нас вот, ну, дробот, Настя, приехала из Казахстана, и она не знала, но лет, наверное, 15, не может гражданство получить. Русское, природное, все здесь, гражданство не дают, и все. Вот как. А евреи специально, по всей стране, образовали организации ВНСР, вот у нас Митя Дружинин туда записался, под одним условием, никого о христе не говорит, он сразу заказался, кормить будут все, найти евреев, полупровок, всех вывезти, выбрать. Они по миру послали корабли, со всего мира собрать евреев, а у нас по всему миру разбрасывать, никому не нужно. Разница есть? Собирать и разбрасывать. Это мы. Я беру, это уже политическая арена мира. Даша, премудрость, 9.17. Это не каноническая книга, но она с Аллаомом предписывается. 9.17. 9.17. Волю же твою, кто познал бы, если бы ты не даровал премудрости и не не спасла свыше святаго твоего духа? Вопрос. Лакуа. Вот, слушайте, если бы что? Если бы ты не даровал премудрости, премудрость должна быть человека, дальше? И не не спасла свыше святаго твоего духа. Если бы не послал духа святого, день десятницы, что? Все, стих закончен. Еще бы не было. Вот такая разница. Это дух живые и мертвые. Где духа святого нет, там смерть. Там писать могут получать на олимпиаде, на разных, математические, музыкальные, а там смерть. Там смерть распростерла крылья свои. Где дух Господень, там свободу. Он никого не боится. Пророки, обреченные духом святым, обречали царей и погибали. Погибали книги, которые они писали. Вот царь Аким. Вот там святые, разные имена меняют. А что, Еремей написал принесли. А кто писал вару? А он сидит. Время зимнее, рядом жаровнее горит. Описано на пергаменте, у него с собой ножичек. Так просчитали. Итак, открой ворота, запусти царя Вавилонского. Он так, ну как делал, вот эту строчку отрезал, в огонь бросил. Он даже не знает, что дальше написано. Но он не знает, что за это ему будет. Дальше считает, считает. Специально считает тот же царь. Снова отрезает страницу, вырвал из Библии, я тебя в огонь бросил. Иеремия сразу донесли. Он сжег книгу. Сжег 36 глава. Книга про Иеремию. Напиши снова. Господь говорит, и добавь еще ему. А у него сыновья, красавцы. Там 50-70 сыновей. На его глазах все будут резать. Это не ИГИЛ. Ему самому. Вы видите, как в фильме показано. Тебя убьют. Он говорит, нет, пророк сказал, не убьют, не убьют. Но он сказал, что я не увижу царство. Тут же раскалили голову, глаза прижгли, вытекли, все, иди вхлеб. Под столом крошки собирать будешь. А почему? А тебе говорили открыть ворота. Я никому не был рабом. Иеремия говорит, ты уже раб. Вот от фильма Иеремия. Ты уже раб. Ты даже не знаешь, что ты раб. Если бы ты был свободен, ты бы сказал, Бог повелевает, откройте ворота. Ну попробуйте, сейчас сказали, Москву сдайте Гитлера, в чем он был? Это одно и то же. И понятно, что с ним было. Так где этот пророк, когда он захватил город? Там, освободите. Призвали его. А ты говорил, да, ты свободен. Ты можешь идти в плен, можешь оставаться дома, куда хочешь, туда иди. Вот где Дух Господень, там свобода. Это слова были сказаны только одному человеку. Плененная сторона и только один свободный. Я на наверху какую-то разе говорю. Один. Иди куда ты хочешь. Бери, что тут остается. И он ничего не стал брать. А вы знаете, что он взял? Два булыжника. А в походе солдат укрытый гол, ты тяжела. И что сделанное? Глиной обмазал. Ну смотри, ну ненормально-то. Положил в каток и идет крикит. Идти в Египет. Дорогу не сбросил. А Еремей это что-то несет. Да булыжники. Блажен. А куда бежим? А мы бежим от такого-то соля Египет. За нас мы к нему. А он тащит булыжник. Помните, что было дальше? И когда пришли, выделили землю. Вот вам разрешается вот автономная область ваша. Вы тут будете греять. А где будет? Вот здесь. Это самое безопасное место. Тогда вы булыжники и ты для этого нес сюда 700 километров. А зачем? Вы убежали от царя Ваилонского. Вот на этом месте у него шатер будет стоять. Я ему фундамент заложил. Вот на этом месте от кого вы бежали? Он сюда придет, разгромит этого египетского фараона, и вот здесь его шатер будет стоять. И он там он будет стоять. Это что? Дух Господний. Дух Господний повелел. Теперь можете открывать свое новое заветное. Евангелие от Иоанна 14,17. 14,17. Так. Духа истинный, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Теперь с вами пребывает как бы рядом, а потом вас будет. А мир его не знает. Не знает. Ну а Духи Святого начни с председателем сельсовета говорить. Начни говорить с людьми мира, которые пробрались в священники, бископы. Они не знают о чем говоришь. Дух истины. Ни одного слова лжит. Оно будет прожигать тебя. Вот эти слова заручить и все. Половина скоров подпала. Снова считаем. Евангелие от Луки 1.41. В чем выражается присутствие Духа Святого? Ну можно как-то узнать. сейчас не было, а сейчас Дух Святой нашел человека. И в чем это выражается? Вот пока не было, и пока стал, и когда стал. Так считай, кто в первом 1.41. 1.41. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, заиграл младенец в очереде ее, Елисавета исполнилась Святаго Духа и воскликнула 41 стих. Она молчала, покорная жена, с лишнего слова не скажет, но вот Дух Святой коснулся ее, и младенец заиграл вдруг, ей тяжело вообще. и заговорила уста крыла и стала говорить пророчество. А тут молчание. Вот заметьте, Никонская реформа прошла неправильно, ненужно, но она уже была. За 300 лет, если 600 там считать это, у старобрядцев не было ни одного миссионера. Ни одного. Почему? А это запрещается, это не нужно. Кому обратиться, тот и так придет. А почему? Дух Святой. 300 лет. Да если бы было всего 100 тысяч за 300 лет, то умножь. Ну один хотя бы, Кирилл или Неходе, ни одного нету. А раз нету, то и жизни нету. Поливод смерти. Как это может быть? Ни одного за 300 лет. Я разговаривал не с одним человеком, с священником, с епископом, и все защищают. Лежал в больнице Силуя. Вот кажется, помилюю его Кирин или Силин, как так. Старая брачность здесь даже разговаривать не о чем. А зачем? Ты или Тик, переходи к нам. Все. У Никольяна, ты сектант, переходи к нам. Разница небольшая. А ты или Тик, те сектант не знают. Ну и кого-то привели. А зачем? Сегодня мне на интернете сбросили про Дворкина. Дворкин, главный стихтовед. На него сейчас со всего мира поднялись. И как начинается? По порядку. Профессор, доктор наук. Разобрали и везде. Он с третьего курса института выгнутый. И все это документально показано. Ни кандидата наук не был. Ни профессор и в конце написано шарлатан. И все расследовали. Илган и прокуратура разных районов давала ложные сведения. Его заслала Америка с Израилем. Разрушать внутри все. Ну может быть юстовский процесс этот который проект Гавровский по разрушению. Спрашивают а что такое он называется главный стихтовед. А такой должности вообще специальности нет. Шарлатан. А мне пишут вот а у нас главные там такие миссионеры. Миссионерские отделы нельзя создать. Это поделка сатаны. Миссия это дух святой. Проповедника можно сделать. Очень прекрасный был проповедник Троцкий там прекрасный Фидель Кастро это были ораторы настоящие. Вольтер Дидро Руссо Ленин умел говорить Гитлер умел говорить это харизма харизма имели большую но не духа святого. Миссия это труд духа святого. Почему знатоусы говорит нужны тысячи талантов чтобы кого-то обратить. Вот об этом надо поставить задачу молиться день и ночь. Господи высший делатель на милу талантов жак поспел а делателей мало много много званых а избранных мало мало просчитаем и еще значит ее советы исполнила духа святого даже заговорила вот разница молчала заговорила так лука 1.67 я не добавляю не толкую ничего чего толковать так 1.67 да и Захария отец его исполнился святого духа и пророчествовал говоря все исполнился и сразу пророчество потекло и начал говорить 300 лет ни одного пророчества нет ни одного миссионера нет почему нет исполнения духом святым если мы исполняемся другим злом и стрепостью у нас никогда дух святой не коснется а ты должен все забыть бог призвал я пошел слушаю говори владыка слушай ты слышит рак твой еще считаем лука 4.18 а кто сегодня занимается миссией юго-гейстов свидетель югова а у них что харизма дает одесс на ложь тоже дается лука 4.18 видишь как неудобно листать папиросная бумага лука 4.18 дуга повес миссия и миссия с миссия проповедует пленным освобождение слепым прозрение отпустить измученных на свободу проповедует лепо господне благоприятное заместного проповедует сколько раз дух помазал его да что благовестовать и проповедует это дух Христос говорит Ему нужно это помазание А нам смертным не нужно Что тут непонятно Он безгрешен Зачатая Духа Святого И он нуждался в помазании Духом Святым Так он самый Духа Святого Ты не рассуждай, так написано Он меня помазал И для чего? Для того, чтобы шел Исцелял И все поясняет, дальше идет А как исцелял? Молитвой Молитвой Ну, как люди там вещи Это стерильная обстановка Вот русские поехали В Америку узнать, как они там выращивают свиней Кажется, в три раза Быстрее свиней выращивают, чем у нас Ну и пришли В каком возрасте сбили? Уже нужные кондиции набрали Сзади белые халаты Проверили, у нас, говорят В фирургическом отделении такого нет Такая чистота у свиней А у нас на свинья зароется, а не после земли торчит Зато у нас мясо чистое Я говорю о свинье А духе святом А Христос, как Плюнул землю Кто-то глаза вечно Даже святой водой протирай А то, смотрю, в кружке крошки не были Дальше Мы сейчас считаем, что Так, ну-ка, двенадцать двенадцать Мы увидим сейчас здесь Седуха Святого И дальше поговорим на сегодняшний день Я взял самую маленькую часть Двенадцать 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 Пальцы не муслить Ибо Святый Дух научит вас в тот час, что должно говорить Научит? Как правильно выращивать скотину? Нет Как правильно что-то? Нет Научит? И что могу считать? В тот час Научит вас в тот час, что должно говорить Что должно говорить Понимаешь, что? Не в грамоте дело Тут никакой уборки не поможет Он в жиле-то не видел сектантов Он и не знает их Двадцать лет его кормили здесь Тысячи и тысячи разрушил отношения Среди зимы людей выбрасывали Там Кришновита Свидетели Югова снимали По его процессу шли Снимали с регистрации Они никуда не делись А им регистрация не нужна Они в двери идут и идут и идут Он подсчитал Сколько обращается Каждую минуту Свидетели Югова А зачем мне это знать? Сколько? Ну допустим Ладно Я грамотный Я подсчитал Сколько колорадских жуков Каждый день появляется на картошке Ну и что из этого? Все равно съел Ну узнал Узнал В какой период они там Разводятся Сколько яиц приносят Каждый жучок Что из этого? Ты вместо этого Скажи Колорадский жук В пчелу может превратиться А нет? А у Бога-то так Губитель был Сделался апостол Матушка как ожила О каратских жуках заговорили Смотри Это понятное дело Дальше Иван Валентиана 3.34 Это нужно знать И все это Дух Святой делает И научит Как сказать Научит Ты вот где-то бываешь там Валентина Техан Ну и скажи Дух Святой научит Почему нас не учит 3.34 Ну Дух Святой разве можно Причать Сегодня у нас Полевен Заходить нельзя А на доме сидит Можно В это время сидит Картошку перебирает Можно Спать Можно Ее никто не отлучит И главное Что придумали Причастие Иначе Бог Причастие не даст Ты нигде В Библии этого нет Что тебе Если он не даст Ты погибла Это выдумка Но выдумка Вкоренилась Смертно Вот священник Не проповедует Ни одна душа Через него не пришла Богу Все нормально Но если ему По случаях Среди ночи Умирают кто-то И он не причастит Вот тут Всего В стоящих По полной программе Это все Антиевангельское Не просто Не евангельское А сугубо Антиевангельское Лишь бы Рот раскрыл Блухая исповедь Это обман Главное Жизнь со Христом А это уже Все входит В жизнь И причастие Нужно для того Чтобы жизнь В человеке Была Слушай 3.34 Яна 3.34 Ибо тот Которого послал Бог Говорит Слова Божии Ибо не меру Дает Бог Духа Понятно Говорит Слова Божия А если Духа Святого Нет Он Слова Божии Говорить не может Ищу 7.34 Яна 7.34 Будете искать меня И не найдете Ты правильно считаешь? Да 7.34 Будете искать меня И не найдете И где буду я Туда вы не можете прийти А ну-ка Посмотри Какая цифра написана 7.34 Ну это на 7 Не похоже Ну Плюс 7.34 По-моему А на 3.4 Может быть 4.4 39 В 39 Стих Сие Сказал он О духе Которого Имели принять Верующие в него Ибо еще Не было на них Духа Святого Потому что Иисус еще Не был прославлен Не был Раста Прославлен И еще 20 глав 22 стих Иван Глеприан Увидим Клады Духа Святого Как вы знаете 20 глав Примите Духа Святого Кому Простите Верующие Кому Простятся А кто Наставит И А кто Наставит Все Вот это Харизма Прощение Мусульмане Не имеют Вообще Игрей Не имеют Они Это Не постигают Вот Присвали Он Рабин Я говорю Вы можете Отпускать Духи Нет А Пасху Совершить Можете Нет Я с Рабином Разговариваю Сирийским Нет А священники Могут Имеют И они Моят Это право Это разрешение Однериков Вот она Где Простите И это Не в Причастии А на Исповеди Все Переместили В местами Потому что Исповедь Видишь Как можно Голица Калиба То ли Исповедь Даже В частном Разговоре Может быть Исповедь А Причастие Это Отдельное Это Целый Ритуал Я Тебе Не дам Причастие Это То Что Ходила Молилась Ходила Молилась Она Придет Ей Пригрозили Они Тут Говорили Ну Переедем Барнаул Тогда Нам Легче Будет А Еще Хуже Гайки Закрутили Я Сегодня Могу Пойти Причаститься В греческой Церкви Там Где Если Сарабляство Допустили Там Причастился Здесь Нет Единственное Чем Играет Причастие Я называю Самая Страшная Игра И Притом Доказательств Какие-то Нет Ну Ладно Батюшка Мы Согласились Со всем Ну То Что Делаете Сейчас С Евангелем Сходится Или нет Повторя Я Ничего Не Меняю Просто Спрашиваю Христос Взял Хлеб А что Хлеб Ну Лепешка Обыкновенная Лаваш Приломил И каждому Дал В обменах Затоуста Еще Так Было 300 400 Лет Что Ложечка Что Кубиком Резать Вынимать Этого Ничего Не Было Понимаете Как Все Это Обставлено И Как Это Легко Вошло Назад Уже Шага Нельзя Сделать А На Семили На Шести Просфорах На Девяти Просфорах Там Архангены Старобрядцы К нам Пристают Когда И говорят А вот На Скольки У вас Просфорах Служат Лепешка Обыкновенная Приломила Подал Ты Забудь Про это Ты Находишься В Сеомской Горнице Христос Тебя Пресчищает Ты Можешь Пресчищаться Ну А у Его Там Есть Это Сегодняшний Христос Молился Только Ну Не Было Крестного Знамения Вообще Его Не Было Еще Нигде Нет На Икона Изображена Христос Благословил Возносят Двумя Пресчетами Значит Дух Святой Пресчищает То Совершенно Не думать И Все Под себя Подгонять У Католиков Как Таблетка Белая Таблетка Вино Вино Обмакнул И Рот Разым В В рот Положил Рукой Попробуй Поверни К этому Христос Совершил Дни Опресночные У него Христос Совершал На чем На Опресночных Это Сто Процентов Если Вы Квасной Было Христа Убили За Это Смерть Будет Квасной Квасной Будет Преодна Смерти Почему Решили Не Квасной Я Пресчищаюсь Как Есть Но Я Вопрос Задаю Ну Просто Можно Безглуба Ответить Не Да Разрывается Ты Что Не Веришь Ты Еретик Я Прошу Прощи Я Спрашиваю Просто Спросить Спросить Не Дают Это От Бога У нас Это От Бога Ну Почему Просто Нять Хотите Да Были Дни Опред Значит Да Мы Изменили Это Все Мы Изменили Вместе Накрошили Вместе Сделали И Ложечки Давать И Проще Не Было Так Меня Спрашивали Я Соблюдает Они Правильно Они Прямо Кубок Пьют Все И По рядам Идет Кубок Из кубка Этого Пьют Чашу Изов Чашу Подал Зачем Изменили А Чтобы Колдуны Не Вынесли Колдунов Еще Больше Стало А Это Златоуст Придумал Ну Ему Приписывают Да Еще Правильно Ему Дано Право Разве Он Златоуст Но Не Реформатор Он За Проповед Прозвал Златоуст За Глубину Мысли Которую Бог Открыл Ему Что Нашей Короткой Беревки Ума Не хватает Пощеркнуть Ну Ну Маленько Один раз Себе Сделай И Понише Будь тогда И задавай Этот вопрос Начни Молиться И Глядишь Патриарх Кирилл Может быть Что-то Повернет Назад А Можно Делать Да В один день Принести Покаяние Сказать Да Мы Сказали Сегодняшнего дня Прямо Каждому Иоанн Атауз Зачем Принесли Золотые Сосуды Из золота И туда Наливали И прочее Клавих Причастие Рука Почтение Золотого Сосуда Убрать Эта чашель А Довери Дома Хранили Причастие В любой день Там Мы как Просмор Мы ели Так и тогда Было Это Иоанн Атауз Говорит А сегодня Это за елей Считается Вот Старогрецы Говорят А как Молились Как Ян Атауз Говорит И сотворил Крестное Знамение Там Апостол Единым Перстом Перстом А кто Пишет Ну вы знаете Главное Кто пишет Петр И он И он Об этом Пишет Одним Перстом Одним Но это И так Понятно А почему Одним Нужно было Утвердить Едино Божие Христос Рыгна И все Пало А ты Как Я приучен С детства Перстом А если Я могу А вы Твои персты Прикрестите Я верю В том И другом Элемент Ереси Есть Правильно Самое правильное Безукоризмно Правильно Это питью Католики И не насти Справа Налево Слева Налево У них Абсолютно Все выверено Но я Не приучен Так Почему Петра Петра А изображается Крест Крест Вещественный А вещественный Духовный С духовным Вещественный С вещественным Мы изображаем Крест Безстрадания А то На грудь Вас Священник Чувств Какие грудь Какие чувств Когда На шлева Сошел с неба Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй меня Грешим Простые вещи Мы не хотим Рассуждать А рассуждения Меня не могут Привести Что я потерял Я все время Говорю И ничего не потерял А за то Что я буду Правильно мыслить Не лукавил Бог обещал Мне Духа Святого Тут написано Без лукавства Если вы лукавые То вы ничего не получите Ну умеет Сознаться Сказать Вот ко мне Петеримов Мой знакомый Толя Как здорово Это его Мы умолимся Молимся Друг мой Сабинный Ближайший друг Был И он как-то На меня обиделся Сказал Что бапсист Инициатор Он прямо Мне сказал За меня больше Не молись И за тебя Не буду Вот это да Я говорю А я тебя Молюсь Я люблю тебя Добродетельнейший Человек В этом уперся Все принял К слову сказать А ты еще Этим царств Я говорю Чего ты с карты Не проповедуешь Да они не поймут Да не поэтому Ты боишься Что тебя отца Это судьи Тебя зачем решать Примут Не примут Ты скажи им правду Принял все А сказать Никому не сказал Воевал против галстука А потом давай Галстук надевать Играть нельзя Дальше Деяние апостолов 1.8 Вот для чего Нужен Дух Святой Слушайте Где Духа Святого нет Там нет проповеди Там нет благовестия Там не идут ногами Там строят храмы Где Духа Святого нет Там храмы 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 Гудит Мне из Москвы Постоянно пишут Тут вот у нас Такие сходки идут Люди Буквально ломают все Они поставили Загородку Где храм строят Уже добились разрешения Люди за ночь Размонтируют Все ломают Не нужны нам храмы здесь Вот храм недалеко Ну выйти негде Собаку прогулять Храмы 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 Это сегодня Настойший момент Патриарх сказал Вести храмы в Москве А почему Не поучить Это мусульман А они построили Ни одной вещете ищут А как Мужчины зашли А они молятся И нужно поклониться Вот они поклонились Видим как они клонились Под линейку На улице В Москве Под линейку Головой На землю Колени не подгибаются Как один Ровно И вот если они В своей вещете Склонились И 10 человек Не войдет 10 Все Совещание Мы собираем деньги А 8 стоят На улице Небольшие потери Меняйтесь местами Ну вот Делайте норма Все строим Новые вещеты У нас храмы Храмы Храмы-то пустые Огромные храмы И как Ну я как-то считал Это Дубаи Там Мусульманство И зашел Русский посмотрел А сколько тут вмещается Ему говорят 12 тысяч Да то стадион Ну да Стадион А людей-то нет Ну по времени Еще полтора часа До кобыли Сегодня утром Были полные храмы Полные мещи Я никуда не пойду Больше русские ставлю А в туалет Можно сходить? Можно Только там правила Какие? Дошел Берь открыл Обувь разуйся В туалете В туалете разуваться Да я наступлю Нет Тут не наступишь Не начнем Тут все убрано Там непрерывно Ходят и смотрят Этого дворца У президента Так нет Как у них в туалете Понятно? И ни один мужчина Не зайдет Если он ходил в туалет И не подмоется Как женщина Ни один И показывает туалет Это Сегодня фотографирует Я посмотрел Я таких дворцов не видал Ну а как? Я, говорит, дождался Полтора часа Откуда, говорит, мужчины Завняли Этот на стройке работает Вот этот, говорит Шопер Да-ка машина где? А вон она стоит машина Он до храма доехал Остановился Пассажиры сидят Да-ка я тороплюсь Ну иди пешком А не торопишься Заходи, молись И там едут люди Богатые со всего мира Ну и что? По нашему клубу ходить Стали в магазин Заходить полураздетые Сразу же клуб Начался убрать Русские начали Горды бачить И идут погибли Шестеро Мужчины А вообще там указывают Ему деньги платили Мы туристы Сказали нельзя Да пошел ты Шестерых зарезок Сразу же Здесь же На базаре Шесть гробов Повезли домой Все Остальные замолкли Вот поехали в Таиланд И им сказали Здесь Все места уже разомо Они две блудистые Приехали с близкими Они дома Попрашивали И вещаком Вышли Жезлом Несали Раскинули Ждут Подъезжает Потоциклист Прямо напротив Собой Пристрелили И ущался Ну приехала Девки-то своей Болтанул И утром Ужали с собой А эти два гроба Привезли Все Они одна Больше не делает Они очень суровые И он Говорит Когда На полную Сомнение Там Мещель Я Говорит Такого Никогда Больше Не увижу Столько Народа И одни Мужики И об этом Говорит Никто Это Димитрий Смирнов А у нас Одни бабы Одни бабы Только Они договаривались Что бабы Это ты Сделал их бабами Если они Собираются У меня Мы были В Баку Меня повела Самира Тагеева Четыре языка Знают Высшее Учебное Заведение Запрещали Консерватория Запрещали И она Отец Игнатий Учитель Приехал Отец Игнатий Сколько В ней Ласки Внимания Она Привела Довела Мещель Начинается Территория А мне Дальше Нельзя У нас Там С той стороны Там Женщина Отдельная Она Мне Передала Позвонила Которая Меня Повела Я говорю А как тут Разуйся Я разуйся У меня носки Рванные Мне на того Стыдно Я носки Снял Досиком Досиком Можно Можно Вот Знаете Что в памяти Сохраняется Зашел Оборудование Никакого нет Уже Промежуточное И они Вдоль стены Одни Мужики И все Это подбриты Здесь Одни Бороды Бахамиты Как они На меня Глянули Я скорее На середках Мещете И давай Крестные поклоны Класси И под конец Встал По ихному Уже Земной поклон Взял Поднялся Вокруг меня Кольцом Стоят А дальше Такой разговор Получился Откуда До чего Лисы Разглавились И все Я не поминаю Слово Аллах Мухаммад Коран Никогда Зачем Я Евангелие Прополезую Вышел Она из-за машины Там выглядывает Ждет меня Из-за машины А который Проводник Меня привел Он рассказал Что я такой Человек Что верующий Бога Но я Человек Писания Писания Знаю Библию Где-то Все Это не изречник А к нам придет Да татарин Да гони его в шею Вот я Зашел к настоятелю Благочинному Отец Николай Войтович Кто-то звонил И тут Еговестные пришли Гоните их в шею Оттуда Гоните их оттуда Все Обратили Так Так Крестить Да Да Крестить Да В любое время Приходите То есть он может Я стою Придеть Это все говорит Никого не крестит Это обман Печать Духа Святого Печать Духа Святого Сам корт Кофточку мажет Печать Духа Святого Ладошки мокрые По голове Все там деньги считают Это все в фильме Снято Про нас фильм Снимали когда Мало что снимал Еще совсем слепые Дальше Деяния Один Посчитал Нет Слушайте Но вы примите силу Когда сойдет на вас Дух Святый И будете мне Свидетелями Иерусалимы И во всей Иудее И Самарии И даже До края земли Решина какая Сидите Ждите День Петидесятницы И сойдет Дух Святой И сразу пойдете До конца вселенной В Самарии В Иерусалиме До конца вселенной Почему мне за 300 лет Ни одного Духа Святого Не хватает Если бы Дух Святой Сейчас сошел Они бы его задолбили Да ты что ты Ты придумал Да какой ты имеешь Да ты еретик Ну и все Сидите Вот это монастырь На 10 дней Монастырь это Божье усыновление Только на 10 дней От Вознесения До 50 Сидите Слушайте внимательно Читайте все Но вы примите силу Когда сойдет на вас Дух Святый Когда сойдет Да Силу примите И будете мне Свидетелями В Иерусалиме И тогда Когда сойдет Дух Святой И вы не будете Сеять на одном месте Вы пойдете Будете всем Всем говорить И во все Иудеи И Самарии И даже До края земли Вот так До края земли За 300 лет Никуда Ни один И еще 24 Ян Затауз говорит Это книга Не деяние апостолов Она названа Говорит Неправильно Ее надо назвать Деяние Духа Святого А там Видите Вот миссионеры Где делают Вот это миссионеры Дборкин не может делать Дборкин Надо в своем дворе Сидеть Только на месте 24 И исполнили Все Духа Святого И начали говорить На иных языках Как Дух Давал им Провещевать И опять Начали говорить Начали писать Начали говорить Начали писать Больше еще нету И они хотели Помолчать Но внутри Как в костях Как огонь Было развиты Но Дальше 17 стих 2.17 Смотри Баба твоя пишет Баба пишет А ты нет Потом ты Перепиши у ней все И эти места писания Полностью Печатанные буквами Выпиши Сделаешь Да ты сейчас уже Вожги Проси Духа Святого И ты уже начнешь Свидетельствовать Кому Короче Степан Начни с него Мы вот тут На трассе Работали Он у меня Первый день Отработали Я утром встал Выстроен Я говорю Ну вот вчера Вы работали Ну скажите Кто хуже всех работал Не один Я говорю Ну кому больше всех Замещаний Один вышел Кажется Нестор вышел Мне делали замещания Я вот такой Сколько замещаний Два Тимошка вышел Мне четыре замещания Я делал так А это стоит Лядом Смотрит Моргает Не выходит Я тогда хлопнул в ладоши Три раза хлопну Не выйдешь Вытащу Хлопну Все Выходи Тебе сколько Замещаний было сделано 48 Повернуться не могу Как уже Он все делает наоборот Ну Показывать Вот это вот трасса Вот здесь вот Он сидит перед ним На камнях Камушки туда раскатились Вот так бери Двумя руками бери Взял И брось Вот это трасса здесь Бросать полметра Он бросает Вот так вот берет И бросает на 20 сантиметров А в кого бросать Да ты бросаешь никуда Вернулся Опять то же самое Руки не работают Это камушки вот такие Я еще раз Только замечу Он как Через дорогу запулил В траву Через всю трассу И в траву Я говорю Найди сейчас же Я такие деньги платил За это Не может найти Тогда я говорю В траве далеко не могла лететь А раз Камушек где-то рядом застрял Ну стали раздвигать И нашли Вот с этой стороны Бери так Вот так Он видите Я между ним Сразу в воду Бросил Булькал Ко мне нет Это что Неумение какое-то На первое место Ты вышел Но на следующий день Нашел еще один рекордсмен Его победил И кто вы думаете Варла Я чтобы они хорошо работали Я каждому дал По возрасту девочку Такую же Он нисколько Стоит все И надо ей Поет И все Только Камушек Бедро бросит Я говорю Чего не работаю Он говорит Поет Как муслимагабая Только развернулся На пять Поет Но я его наказал А то я отвернул От ее девочки Стой на месте Смотри в лес Тут можешь и пить Не мешайся пока Он лежит Присел Маленький Это очень полезно Что они были Дальше Ты в 17 Ты пришел? Нет еще Слушайте И будет в последние дни Говорит Бог Извляю от Духа Моего На всякую плоть И будут пророчествовать Сыны ваши И дочери ваши И юноши ваши Будут видеть видения Все понятно И старцы ваши С наведениями Вразумляемы будут Ну это считаешь Ну считается Ну И залью Духа Святого Но как узнать И будут пророчествовать Будут говорить Они будут радостны Их главная задача Накормить людей Духовной пищей Они будут видеть Голодных А теперь давайте От этого видеть Есть люди Которые видят Телесно Ну я Вам просто скажу Как своим Хорошим Близким знакомым Не подумайте Что я Специально Это подогнал К этому разговору Телесное Тоже полезно Вы знаете Бог установил Так что от всякого Прибытка Десятину платить Ну допустим Вы решили выполнить И еще сколько Курица снесла Десятую часть Понести Вот та спящая Красавица Та ей не Не надо У меня и свои Толесы есть Но вы можете отдать Детскому лагерю Сейчас один К нам пришел Близкий мне человек Принес Трехлитровую Банку молока На лагерь И яйца Так вы себе Положите Последние недели Десятину Сметану Там еще Все это отложить И поддержать Моих ребятишек Сегодня Маркетанова Валентина Дмитриевна Прислала Шесть тысяч Это из подполь Вот когда Заговорила Я трудился С ними Тридцать два года Назад И она Прислала Теперь она Уже Старенькая Груцовская Прислала Шесть тысяч У нас Бедная Просто Бедная Восемьдесят Процент Бесплатно Детей Взял я Пельси А что Пельси Подходит Володя Говорит Да молоко Мне не на что Брать И в следующий День прислали Одного Ребенка А сегодня Еще дали Поверните маленько Десятину С вас не вернут Вы ее Поверните Маленько В бок На лагере Мы же Ничего не просим Того что у нас нет Молоко Яйца Этого у нас нет Картошка у нас есть Вчера Елена Говорит У вас Картошка Та гряблая А мы Свиньи Говорят Хорошие Отдаем Давайте Поменяем Я говорю С удовольствием Видите Уже Как хорошо Идет Четыре Восемь Может У тебя матушка Соты Мед Есть Где-то Такой Уже Прошлогодней Дарности Не знаешь Куда Дедик Отдай Мы возьмем Помолимся Четыре Восемь Да Я Тогда Петр Исполнишись Духа Святого Сказал им Все Исполнился Духа Святого И сказал им А почему Трестолеты Не говорят Они исполнились Духом Святым Потом Молчали А вот В Ветхом Завете Дух Святой Да На пророков Сходил Да Сходил Они говорили Начали говорить Элдат Им сказано Было Прийти в одно Место К Скини Они не пришли Двое Не пришли Понятно Почему Одну Святой Нашел Там Дядя Встали И не заговорили И тогда Прибежал Там Иисус Навин Отец Моисей Они там В храме Пророчествуют Ты обо мне Заботишься Ревнуешься Да хотя бы Все до одного Начали Пророчествовать Вот так Было Елдат И Молдат Давай дальше 4.25 Мы считаем Новый Завет Только Заметь Все Начали Говорить Ты Устали Отца Нашего Давида Раба Твоего Сказал Духом Святым Понятно Сказал Как Духом Святым Давид Где Говорил Да Духом Святым Духом Святым Где Духа Святого Нет Там Молчание Это Монастыри Это Анти Духовное Молчание За столом Нельзя Идут В столовую Нельзя Зашли Где спать Нельзя Нельзя Говорить Молчание Золото Ведь Придумано Что Послушание Дороже Поста И Молитвы Это Только Дьявол Мог Придумать Почему Потому что Главное Оружие На него Пост и Молитва А дьявол Вышивает Говорит Нет Это Не Это Оружие Послушание Агре Дороже Поста И Молитвы Вообще Ничего Нет Христос Сказал Оружие На дьяволах А монахи Придумали Еще Выше Есть То есть Лишь Мне В Тбилиси Как там Монахи Забудели Я говорю Это Дьявол Все После Молитвы Отвергнули Послушание А он Совершенно Говорит Не По И Послушание А 31 Стих 4 31 Да И По Молитве Их Поколебалось Место Где Они Были Собраны И 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 Заговорили Все Заговорили Кто Я Просто Утар 120 Человек Жены Дети Все Заговорили О Боге О Вечности О Ревности Ну у тебя Ревность Есть Какая Курица Разная Это Ревность Положи Это Все На Духовное Вот Так Заботиться Накольбить С Кем Встречаешься Сказать К слову Сказать Игорь Сейчас Мы По Порош Подождем Сходили На Этот Моз На Первый Если Ты Хочешь По Настоящему Сделать И Мне Доверяешь Без Тебя Мне Ничего Не Сделать Я Посчитал Ширину Пролома И Глубину Замерили Ил Сколько Нужно Нужно 50 Кубометров Вода Мусора 50 55 И Сделаем Навсегда Вода Свежать Будет Чтоб Она Утопила Ил Заполнила И Дальше Будете То есть Масса Не будет Вода Просто Перекатывать Будет Ну А второе Сделаем Поднимем Она Вода Будет Обходить 50 Кузовов Ну Все 1 Кубометр 1 Кузов 4 Тонны Ну Ты Сколько Можешь Привозить За Раз А где Найти Это Завод Это Подпишитесь Это Не на 1 Год Ихать Так Мало Мы Посмотрели Насколько Вол Утопает Лопата Все Это Сразу Забутить Поднять Вот Делать Как Ты Говоришь Сделать 200 Тон Шириной 5 Метров Шириной Дампа 5 метров Будет Около 5 Метров И Ну Она Будет Осыпаться С Здесь Она Примерно Вот Насколько Будет Над Водой Мы Сходили Замерили Все Если Просто Один Год Тебе Поездить 30 Кубометров Меньше Не годится Уже Не пойдет Уже Она Будет Вываливаться Как Заносить Будет На Старную И Эти Кубометры Это Предыдущий Передний Паранец Делал Потому что Там Склон И Солончаки Там Трудно Будет Вдождь Надо Сделать Чтобы На трассу Вылезну Ты Найди Где И мы Начнем Потихоньку И Кто Может Возить Как Разгружать Ты Вовремя Нулевую Сору Разворачивай Разгружай Это Сделать Не на Один Год Это Практически Навсегда Будет Сделано Еще Если Бульдозер Продет Там Копить Сверху Накидать Никакой Поток Не Возьмете Не Выносимо Ну Я Тебе Сказал Пока Посоветуйтесь Идем Дальше Уже Час Пошел Три Семпетив Надо Маленько Еще Маленько Подожди Того Стоит Шесть Десять Деяния Шесть Десять Шесть Десять Деяния Но Не Могли Противостоять Мудрости И Духу Которым Он Говорил То есть Про Стефана Орес Не Могли Противостоять То есть Они Будут Убийством Дышать А Противостоять Не Могут Вот Я вспоминаю Новосибирские Были Когда На Меня Когда Ополщили Старогляться Ты Смотри Говори Библию Как Знают Дьявол Какое Знание Дьявол Но Когда Узнали Что Я Канона Знаю Смотри Первый Раз Встречаем Чтобы Дьявол Давал Канону Знать Только Дьявол Когда Стал Цитировать Златоуста Вообще Вещь Неслыхана Оказывается Дьявол Даже Златоуста Дает Знать Вот Одна Ямка Есть Если Не По Мне Засчитать Дьявола Дальше Первая Петра 1.12 Мы Сейчас Быстро Игорь Александрович Ты только думай Советы Давай С батюшкой С ребятами Посоветиться Мы должны Это сделать Дожди Второй Как я Первый Сделай Второй У вас Ничего Не стоит Нам Сделать Мы Сразу Потащим Что у меня Дозаготовлено Мы Изменим Оксанок 1.12 Давай 1.12 Пока Не высохнет На даму Не заезжайте Она Слабая Малая Слова Утопает У вас Не будет И вообще Дамы Не будет Я 10 сантиметров Прям меньше Завис священник Я еще Когда смотрел Видел Намного Меньше Давай 1.12 Им Открыто Было Но не Им Самим А нам Служило То Что ныне Проповедано Вам Благовествовавшими Духом Святым Посланным С небес Во что Желает Проникнуть Ангелы Что Дух Святой Открывает В это Ангела Желает Проникнуть Или Проникнуть Проникнуть То есть Познать Раньше Было написано Проникнуть 2 Петра 1.21 2 Петра 1.21 Молчь Слушайте Слушайте Приниматель 2 Петра 1.21 Это Духом Святым Изречено 2.21 2.21 2.21 На это Не надо смотреть Кто-то против Деток Ну и что против И свое дело Деток Ибо Никогда Пророчество Не было Произносимо По воле Человеческой Но Изрекали Святые Божьи Человеки Будучи Движены Духом Святым Все Что В Библии Написано Писали Руки Человеческие Будучи Движены Духом Святым Дух Святой Двигал Вот как Написано Ну вы слышали Такое Изречение Что Кто Библию Будет Считать Сойдет С ума Не слышал Ну как Да Это Старо Брящеское Все У нас Приехали Оттуда Вова Долгов Сережа Устина Они Берем Белой Криницы Он Говорит А там Говорит Абсолютно Верит Как в догмат Библию Считать Нельзя С ума Сойдешь Мы Говорит Приехали Они Ждать Ничего Придумали Библию Считать Они Там Жили Какое То Время И Приехали Оттуда По Свежести В лагере Были Здесь И Кто Считать неизреченными, а в апие таба очи. Что ты считаешь там, это не молитва совсем даже, может быть. Моляясь Духом Святым, вот написано молясь Духом Святым. Но объясняю, как молясь Духом Святым? Ну я стал перекрестился там Духи Святым или нет? Я считаю Отче наш Союз Небесный, так Дух Святым или не Святым? А вот ты разберись теперь, посмотри толкование, почувствуй здесь. Когда Дух Святой побуждает, рассуждения все исчезают. И о чём молиться не знаешь, Бог положит. У вас было такое? Вот батюшка у нас идёт как-то, а баба одна подошла к церкви, а ещё когда храм закрыт, видимо дом, где отдыхают, она поспала, ну и часы-то смотрит, восемь часов. Она вечером восемь пришла, храм закрытый, ты помнишь рассказывал, на Покроснуто. А Духа побуждает её, она приехала. И она встала, сейчас мог уснуть. Ей сместилось время, но молитва её, тяга к ней побуждает. Вот как образец скажу вам, это у нас Серафима Гавриловна, поверьте мне. при всех её там этих сновидениях, это она очень чётко понимает. 7 часов не давала. Я в ней сейчас был, я говорю про Серафиму Гавриловну, вот рядом живёт, которая, она приходит, расспрашивает о молитве. Как она молилась, рассказала, она не просто стояла. Вот она, ну представьте, ты встала в ночи, у тебя не стояла табуретка не на месте, ты за полосу упала. Вон она говорит, ну там с похмелью, а там стёкла разбиты, он ногу всё разрезал. Помнишь, что она разрезала? Я говорю, пронул, в потёмках-то, что тут мешается-то? Её точно так же, она упала, Володя соскочил, мама, мама, подожди, не трогай меня, мне так приятно, какие-то тёплые руки меня поддержали, она прям дыхание слышала, и положили её на пол. Володя спит, а я, говорит, ещё лежу, ощущаю теплоту рук, кто её так поддержал. Я пришёл к ней, ну, вот тут обменялись, визитами к ней. Она стала молиться здесь, стоит в огороде, подняла руки, вот так молится, да у нас сегодня, скажи, так это всё-таки еретичка, ну ты когда молилась, дома поднимала руки? Ну, ты когда молилась? А она свободно стоит, скинула руки, видно, что она молится всё-таки всё время так. может, что-то не по-самому видели, а она это знает. Пришла домой, говорит, с огорода, не могу даже перекреститься. Слушай внимательно. Кое-как, говорит, один раз перекрестилась. Второй раз легче, третий раз, да правила всё высчитала. Ладно, давай Библию там ещё насчитать ещё. А когда всё просчитала, говорит, давай тогда гипнастикой заниматься. 88 лет. Девяносто. Девяносто. Девяносто, что? Девяносто в этом году ей будет. Ну, вот тебе, пожалуйста. В августе месяце девяносто. Вот таким радостным состоянием молительного духа со мной здесь потерять никто не делился ещё. Понятно? И она это говорит ненадруженно. Вы её ни разу не видели в сидящей в храме. Вот, я слышал такое, умер один старичок, а ещё мне и ещё нету занят такого, чтобы он что-то особое делал там. А чём повернуть Степана? И один говорит, а вы знаете, он же ни одного на служение не подпускал. Да вы что? Никогда. Он всегда стоял, не садился. Так у него же дети в гости приезжают. Оставлял, приходил. Так он же на даче бывал. Оставлял дачу и приходил. И он вошёл в историю. Ни разу не пропустил. Здесь рядом через дом не хожу и нужды никакой нету. Как будто ничего и не было. И он ни разу не пропустил богослужение. И может для него это главная будет награда. Он оставит пример. Дальше. Римлянам в гости девять. Потерпите немножко, ещё чуть-чуть. Римлянам восемь девять. Римлянам восемь девять. Запомните. Восемь девять римлянам. Но вы не по плоти живёте, а по духу. Вот так. Не по плоти живёте. Если только Дух Божий живёт в вас. Если Дух Божий живёт, тогда вы не по плоти живёте, а работаете. Всё хорошо, молодцы. Для Бога. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Можешь быть сыном или дочерью староста, патриарха. Но если вот этого нет, то лучше бы не родиться. Я недавно услышал такое подобное что-то где-то. Ну просто, ну настолько тревожно душе стало. А как же будет со мной? Господи помилуй. Каждый день ты должен быть готов. И ещё 16 стих этой главы. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Ты можешь сказать, что ты дитё Божие? У нас как я избранное. Ну слово избранное, допустим, я меня нахожу там в чуть не 200 раз. Много избранных, мало избранных. Ой, да вы что о себе говорите? Да избранный, да как? То есть это как... А если грешный супер грешен, то это можно. А что избранный, говорить нельзя. А Павел пишет, у вас, говорит, такое блудодеяние, даже у мирских нет. А вначале говорит, святым избранным. Святые избранные? В Каринпине, да. А это город блуда. Но вы в нём как светило сияете. И ещё откровение 22.17. Чем заканчивается? Начинается Дух Божий носился над водой. Начинается Библия. И Библия заканчивается этим же самым. Эра Духа. Господь говорит, для вас лучше, если уйду. Если не уйду, Дух Святой не придёт. Я с вами за одним столом. А когда меня не будет, я буду за каждым столом Духи Святого во всем мире. 22. 22.17. И Дух и Невеста говорят, приди. И слышавший, да скажет, приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берёт воду жизни даром. Вот так. То есть, смерть фактически приходит. И мы должны сказать, путь окончен. Прошли поприще. И Невеста и Духа говорят, приди. Приди, Господи. Да приди, Царствие Твое. Немножко и два стиха. Деяние 19.2. 19.2. Значит, брать библии с толстыми вот такими вот, как у нас, бумагой. Это невозможно. 19.2. Да, 19.2. И сказал им, приняли ли вы Святаго Духа у верового? Они же сказали ему, мы даже не слыхали, есть ли Дух Святый. Вот так. Это православное. Приняли ли вы Духа Святого? А мы даже не слыхали. А если слыхали, вы даже и всё в Духе Святом. Вот я сделал замещание о детях. И ты сделал тоже правильный вывод. Хорошо, что он был, ребёнок увидели. Но это я обращу внимание. Главное, придут ли они на небо. Если этого не... Я поговорил с тобой. Ты сейчас обязательно у бабы выпросил, что она пишет. Запиши. А ты, отец, проследи за этим. Так крупно перепиши. И заяви на Иисусе. Тебе, молодому разному, это делать нечего. Какие это места? Я тебя просто призываю к этому. Дальше. Иоанн 14.26. А вот теперь послушайте. Кто прав? Католики или мы? Иоанн 14.26. Тут три места. Считай, не дождёшься тут. Странички какие-то. Ну? 14.26. И я сказал вам, находясь с вами. Утешите же Дух Святой, которого вожьёт Отец своими моё. Научит вас всему и наполнит вам всё, что я говорил вам. Наполнит. Вот если ты в Духе Святом жрёшь, тебе Бог напомнит это. Надо записать. Баба пишет, а ты нет. Что лучше, люди лежат или пишут? Бумаги нет? Приди ко мне, я тебе сегодня дам бумагу. Ну, немножко дам. Примерно на 150 лет вперёд. Если писать тебе. Я уносил не килограммы, а тонны. Снабжал школы, прокуратуру, больницы. Я посчитал, ходил, брал отходы в Балтайской правде. До Москвы 3300. Я прошёл 3600 километров. Каждое утро. Сосчитал шаги и посчитал сколько. Ищу 15.26. Я на 15.26. Значит, 14.26 прочитай ещё раз. 14.26. Утешите уже Дух Святый, которого пошлёт Отец во имя моё. Отец. Ниже от Отца исходящего. А здесь 15.26. 15.26. Когда же приидет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца? Я пошлю. Там, говорит, Отец пошёл, но тут я пошлю. Ещё спорят. И то, и другое верно. Половина, примерно, святых отцов понимали, что Дух Святой от Отца и Сына исходящего. А сегодня готовы голову оторвать католикам. Они вели в символ веры от Отца и Сына. Иже от Отца и Сына. Но мы менять ничего не можем. Дальше. Деяние 2.33. Последнее. Посчитаем. 2.33. 2.33. Да. Итак, Он был вознесен в Десницу Божию и, приняв от Отца обетование Святаго Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Обетование в Духе Святом дается. Бог обещал Тарство Небесное, в Духе Святом. Он говорит, облекусь силою в Духе Святом. Мы не можем промазать им от Старства Божия. Если мы не спасемся, все остальное не имело смысла. Ни родиться, ни жениться, ни умирать. Смысла никакого не было. Хотя вот тысячу лет прожил, Серахов говорит. Бог не смотрит и не считает годы. Так. Вот и немножко, что нам Бог сегодня приобрел, как бы Духом, называется Духом День. Посвятим. Потому что против Сына Человеческого Христа сказал, проститься, против Духа не проститься. Почему? Против Духа Святого четыре греха. Четыре греха. Бойся, как огня. Четыре греха я не стал выписывать. Сами найдете. Где? Ну, в первую очередь, откройте, там, шестая глава. Дальше говорит, там, седьмое, Деяние апостолов. Ну, Стефан говорит, вы всегда противитесь Духу Святого. Противление. Дух Святой побуждает, что я не могу сегодня никак. Это противление. Я вымыла ноги после бани, я такая устала, разомлела. Это в Песне Песне написано. Он стучит, а я уже все, ноги вымыла, легла. И он прошел в небо жених. В Песне Песне считаете? Противление Духа Святого. Дальше, какие грехи еще? Павел говорит, не угошайте Духа Святого. Одна того, говорит, отверстие закройте, откуда ветры разные будут. Чтоб тебе не смогли, что попало. Противление, угошение, еще что? Оскорбление. Не оскорбляйте Духа Святого. Оскорбление. А как оскорблять? Ну, как мы оскорбляем друг друга? И третье, последнее, высшее уже степень, это хулана Духа Святого. Не проститься ни в этом, ни в будущем. Ну, а я буду просить прощения, а не будешь? Покаяния не будет. И тогда люди умирают в страшных случаях. Батюшка приходит. Я, батюшка, не могу покаяться даже. Я Духа Святого похулил. Но ты осознаешь, что ты неправильно? Конечно, осознаю. Но я понимаю, что Духа Святого похулила. Если ты каешься, значит, не похулила. Ты что не понимаешь-то? Где хулана Духа Святого? Покаяния нет в этом. Нет покаяния. Вот что сейчас священники, которые у нас старообрядцы заблокировали и не разрешают ходить? Это что, кулак? И они этого не знают и никогда не придут. Ему доказать еще нельзя. Он сидел бы сейчас, допустим, здесь, ну, по порядку, митрополит, и сказал бы, что вы видите, вы к себе никого не перейдите, у нас там мысли даже нет кого-то, а родные наши. Наши горды все старообрядческие. Мы это все знаем. Ну, что дома сидеть-то, когда здесь сидел по воздушению? Не под кохимиром. Мы не гонители никакие, мы сами гонимые. Никак. А иначе отлучилось к счастью. Но если ты незаконно отлучишь, второзаконие 19-19 лет отлучения, падает на того, кто делает это. Не на тебя. Вот тогда и думай, как это было. Все, пока. Все, пока. Господи, благодарим Тебя за тихо и мирное время, за научение по слову Твоему святому, в Духе святом. Слава Тебе. Спаси и помилуй болящих рабов Твоих, братьев-сестер наших, облегчих страдания, Господи. И нам напомни, что жизнь наша кратковременна. Приготовь и нас к исходу из этой жизни. И благослови наших детей. Наполни сердца наши благодарностью и Духом Твоим святым. И побуди нас, Господи, на благовестие. Тебе за все хвала, слава, чести, поклонения, Отец и Сын Святой. Аминь. Аминь. Спасибо.